Привет! Эээ, Требуар! Ну, вантушечек вышел новый видос, называется, короче говоря, ненавижу аниме. И за это я их осуждаю, потому что аниме это моя жизнь! Ну ладно, я шучу, конечно, аниме не моя жизнь, но вообще аниме я люблю. Некоторые тайтлы смотрел. Сейчас, конечно же, в последнее время крайне редко его смотрю, потому что времени нету. Но всё равно хочется некоторые анимешчики глянуть, поэтому осуждаю вас за то, что вы не любите аниме. Понимаю, что это шутка, но всё равно осуждаю, как можно не любить аниме. Не понимаю. Короче, давайте посмотрим видос. Уверен, он будет офигенно, как обычно. Погнали! Короче говоря, ненавижу аниме. Это было 30 декабря. Я точно помню... Согласен, сегодня как раз 30 декабря. Просто на носу какой-то праздник, но я никак мог вспомнить какой. Посмотри в зеркало, я думаю, тебе оно подскажет. Фоткал нос. На нём было написано, что скоро Новый год. А зачем ты фоткал нос? Точно, пора зарубить это шут на носу. Не надо, пожалуйста. Осталось только пропитаться новогодним настроением. Заж... Они сами двигаются, я тоже так не хочу. Друг Ёлку устроил себе горячую шоколадную церемонию и принялся искать новогоднее кино. Подожди, сейчас только 30 число. Ну, типа, Новый год завтра начинается, поэтому мне кажется, завтра надо искать новогоднее кино. И первое число. А сегодня можно... Сегодня что? Сегодня можно спать и готовить... Вёл один дома, но мне выдало какое-то аниме. Странно. Чё за аниме, а? Истребитель демонов. Ирония су... Ха-ха-ха-ха-ха! Так ты же вписывал один дома, почему Ирония Су и почему Истребитель демонов даётся? Немного непонятно. Какую иронию судьбы? И здесь было аниме. Что за бренка? А чё за аниме по иронии судьбы? Фильм я не искал, мне постоянно выдавало аниме. Да я же никогда его не смотрел и делать этого не собираюсь. Как это не собираешься? А ну сел и посмотрел аниме-аниме, а это, блин, жизнь. Это намёк от вселенной, чтобы ты начал смотреть аниме. Что происходит? Своё служба поддержки? Они поддержали меня. Это прям атланты, блин. Я попросил опустить меня. Спросил, почему мне везде показывается аниме. Они объяснили, что он... Почему служба поддержки приходит домой? Я когда пишу службу поддержки Ютуба, они мне присылают постоянно шаблонные тексты и никак не могут решить проблемы. Может, вы тоже ко мне домой зайдёте и это бы, мы вместе с вами поймём, почему у меня на каждом почти ролике жёлтые монетки прилетают. Пожалуйста, разъясните, я вроде даже не матерюсь на видосах, какого фига происходит. У меня подключена услуга аниме везде и всюду, но я ничего не подключал. Оно с собой включилось, это же аниме. Так. Кто звонит, не видно. Здравствуйте, уважаемый Сергей-сан, вам удобно говорить... Какой Сергей-сан? Поздравляю, вы только что дали согласие на подключение услуги аниме всегда везде, всего за 9 999 в день. Не, наверное, за 999 аниме не будет в моей жизни, потому что... Ну его нафиг, чё так дорого? Всего доброго! В день! На подключение услуги аниме всегда везде, всего за 9 999 в день. Всего доброго! В день! Это в месяц! 300 тысяч рублей. Ты чё, я... Что? Я машину за эти деньги куплю. Ахахахаха! Блин, просил у поддержки отключить эту услугу. Не получится, ты же уже подключил, всё, смотри, аниме теперь. Мне сказали, что это возможно только в следующем году. Я, как обычно, проводил их и в дверях встретил курьера. Это привезли фруктовую корзину, которую я заказал пару часов назад. О, это Враташтейна! Враташтейна! Неплохо, я ещё, кстати, не читал и не смотрел. А здесь были бананы, мандарины и... Что это? Ха-ха-ха-ха! Читай мангу! Я сказал, что это манго, японский комикс. Я заказывал манго, а не мангу. Почему именно врата Штейна? Теперь я не просто не люблю аниме, а его ненавижу. Вышел на улицу. Манго, это не аниме. Но мои ноги решили, что перевести дух лучше всего у Ромы. Он сидел за компом и играл в какую-то анимешную игру. Геншин Импакт? И он еще оделся, по-моему, в одежду из Наруто. Я спросил, что это такое, и неужели ему нравится? Рома сказал, что играет в Геншин Импакт. Это экшн-рпг с открытым миром. А, я понял, почему они решили про аниме сделать ролик. Потому что реклама пришла такая, но... На самом деле, неплохо, правда. Аниме-игра, они говорят, что ненавидят аниме. Это как это работает? Игроки могут путешествовать и исследовать огромный мир игры, называемый Тайват. На этом континенте можно попасть в любую семи регионов и познакомиться с их уникальными культурами. Фига себе, он огромный уже стал. Игроки могут открыть для себя семь видов стихийных сил. Мне стало интересно. В ходе приключений игроки взаимодействуют с окружающей средой, выполняют захватывающие испытания и побеждают врагов. Надо бы, наверное, продолжить с ней играть, а то никак времени я не найду тоже. Я спросил, есть ли эта игра на телефон. Рома ответил, что игра мультиплатформенная. А вдобавок ко всему, Genshin Impact выиграла в номинации лучшая мобильная игра на церемонии The Game Awards 2020. Фига себе, серьезно что ли? Не, ну на самом деле, это не удивительно. Это, наверное, одна из немногих крутых игр на телефоне. Правда, я играю в неё на камке. Я скачал себе Genshin Impact на телефон. Просидел в ней весь оставшийся день. Эта игра очень зацепила меня. И ты сразу полюбил аниме? Я недооценивал аниме. О, красава. Ты понял это, неужели? Пора ложиться спать, ведь завтра канун Нового года. Ты разденься хотя бы. Я, конечно, не хочу увидеть тебя раздетым, но, хе-хе, спать в штанах и в свитере такое себе. Я никак не мог уснуть. Нашел мангу, которую мне сегодня доставили. Ладно, хотя бы ты её вытащил из урны, а то у меня, если честно, чуть инфаркт не случился, блин, от того, что я увидел мангу в урне. Прочитал за раз и остался в полном восторге. А прикинь, ещё есть продолжение? Я хотел включить аниме. Запустил Наруто. Смотрел все 700... А почему Наруто, блин? Ты Враташтейна читал. Продолжение, если не читать Враташтейна. 20 серий за ночь. Я не мог остановиться. Смотрел ещё и ещё. Наконец... Почему Наруто? Ванпис кручит. У меня появились свои любимые аниме. Это, конечно же, Наруто. Потому что ты, кроме него, ничего не смотрел. Смотри Ванпис. О! Это неплохо. Ну, покемоны, это вообще классика. Поэтому я откопал свои старые фишки. Неплохо. О! О! Это прям отсылка на Поке... Блин, я не помню, как та штука называлась, которая рассказывала, что за покемон. Я такого вижу, но он очень напоминает мне Рому. Взял все фишки и тут же поехал к нему. Он по-прежнему играл в Genshin Impact. Блин, я же сегодня ещё не заходил в игру. Рома сказал, что у него есть важная новость. В Genshin Impact появилось первое игровое событие, проводимое в Альпах, которое называется Очаровательное путешествие снега и звёзд. Я попросил... Это чё, нужно обязательно ехать в Альпу, чтобы поиграть в неё? Сказать поподробнее. Игра разместила внутриигровую путевую точку в одном из крупнейших горнолыжных курортов Франции, Вальта Ранс. Игроки смогут присоединиться к событию через веб-страницу и получить приятные бонусы. Все участники мероприятия смогут загадать новогоднее желание на веб-странице. Ничего не понимаю, ну да ладно. Есть вероятность, что эти пожелания будут развешаны на украшенной ёлке в Альпах. Зашибись! И зачем мне это надо? Исполните мои желания, а зачем его развешивать-то непонятно. Так. Фига себе. Фига себе. Игроки смогут посмотреть церемонию в середине января, а потом войти на сайт, чтобы просмотреть дерево желаний. На самом деле интересно, даже реклама может быть полезненькая для меня. Он сказал, что теперь мечт... А как вам насчёт такого, чтобы сделать стрим и посмотреть это? Хотя, наверное, авторские права влепят. Точняк! Теперь я знаю, что подарить ему на Новый год! Нужно успеть купить ему путёвку в Альпы! Нифига себе, блин. Прижал в ближайшую турфирму, но она уже была закрыта. Ещё как бы вообще-то 31-ое число, ой, 30-ое число, естественно, и поздно. Я встретил на улице Деда Мороза. Я, конечно, сразу понял, что он был настоящий. Ну, вдруг, блин, исполнить желание, да? Случится чудо. Я стал говорить, что хорошо вел себя в этом году. Прочитал новогодний стишок, и попросил подарить ему путёвку в Альпы. Дед Мороз сказал, что у него как раз завалялась одна путёвка. Уж-то чудеса случаются. Это была путёвка в пансионат Молодильное Яблочко. Сам ты Альпы. Нет, это не то. Я распроенно вернулся домой. Неужели я не смогу подарить своему лучшему другу подарок, о котором он так мечтает? Но тут мне на телефон позвонили. Это хоть была моя служба поддержки. Здрасте, уважаемый Сергей-сан. Вам удобно говорить? Нет. Отлично. Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. И как лучшему клиенту дарим вам путёвку на горнолыжный курорт Уальта Ранс. А почему тогда нет? Офигеть, спасибо вам большое. Ну вы сказали нет, поэтому идите в зубку. Это новогоднее чудо какое-то. До Нового Года оставалось несколько часов. Я распечатал сертификат и... Что это? Как это? Скорее отправился кроме. Мы накрыли на стол и стали ждать боя курантов. Я не вытерпел и сразу... Посмотрите, какие боя куранты? 30 число только. Что подарил Роме путёвку в Альпы? Он рассмеялся. Я не понял. Рома протянул мне точно такую же путёвку. А, теперь они вдвоём едут в Альпы. Я тоже хочу в Альпы. Ну откуда она у него? Я увидел, как ты захотел попасть на это мероприятие и тут же стал искать путёвку. Все турфирмы были закрыты, но я встретил на улице Снегурочку, рассказал ей стишок и она подарила... Нифига себе, так легко. Собство какое-то. Как же круто, что мы сможем вместе отправиться в это путешествие. Новый Год и вправду время чудес. О, тихо, сейчас Хакаги речь такая будет. Хакаги? Хакаги? Хакаги... Главный в деревне, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Короче говоря, обожаю аниме. Во, теперь я тебя поддерживаю, это зашибись. Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Вас тоже. Забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Кстати, переходите по нашей ссылке в описании и скачивайте крутую мультиплатформенную игру Генш. Видос получился прям мега офигенным, мега угарным, даже пропитанным новогодним настроением, хотя я такой смотрю. Знал то, что в Антушечке снимают ролик, что он связан с Новым Годом, только подумал, а почему аниме? Как это связано с Новым Годом? А, вот, значит как. Шикарный видос. Сначала осуждал их за то, что они ненавидят аниме, а теперь я их поддерживаю за то, что они любят аниме, потому что аниме это жизнь! Но манго, конечно, круче. Да, обожаю манго. Ну, я думаю, вы это и так заметили, в принципе. Шикарный ролик. От души поржал. Спасибо большое, Антушечкам, за этот контентик. Но я поддерживаю и присоединяюсь к поздравлениям. С наступающим Новым Годом вам! Всего-всего-всего-хорошего! Это, ну, в Новом Году, ну, вы, короче, поняли. Надеюсь, он пройдёт у вас гораздо лучше, чем этот. Это самое важное. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!